Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам-ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, настало время поговорить о том, что происходит сейчас на финансовых площадках, что происходит и в экономике, глобальной, и конкретной. Сегодня тема следующая. Итоги заседания Центрального банка Российской Федерации и экономической ситуации в России. Тема достаточно широкая, обширная. Я думаю, мы сможем ее сегодня обсудить, ну и поговорить о каких-то более точечных вещах. И с удовольствием представляю сегодняшних гостей в студии Сухого Остатка. Николай Кощеев, директор аналитического департамента Промсвязьбанка. Добрый день, Николай. Добрый. И в студии Максим Орешкин, главный экономист по России, ВТБ Капитал. Добрый день, Максим. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Телефон студии 6510996, код Москвы 495. Сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы и делитесь собственными мыслями. Тем более, еще раз повторю, тема достаточно значимая, экономическая ситуация в России. Попытаемся оценить ее сегодня и, я прошу прощения у Николая, и, может быть, предложить пути выхода из этой непосредственности. А почему вы у меня именно прощение спросите за это? Ну, вы как-то за эфиром сказали, что все это нелинейно и, наверняка, ответов однозначных нет. И поэтому, наверное, об этом и даже говорить не буду. Я сделал такое. Хорошо, я вас прощаю. Спасибо. Ну что ж, не будем, тем не менее, отвлекаться, отходить от традиций. Как всегда, в начале программы «Сухой остаток» мы рисуем с вами картину маслом. Что происходит сейчас, 15.08 уже в Москве, что происходит сейчас на основных финансовых рынках, давайте быстренько мы это дело сейчас оценим. Ну, все сегодня красное, красное все. Начинается вчерашнего закрытия американцев в небольшом минусе. И СНП, и Доу-Джон закрылись. Азиатская сессия усилила падение. Насдак потерял 2%, 1,3% Шахка и Композит. Европа сейчас торгуется в минусе на 1,5%. Фудси 100, как минимум. Ну и индикаторы российского рынка также не отстают от этой отрицательной динамики. Почти 3% теряет РТС, почти 2,5 ММВБ. При этом сырье, нефть марки «Брент» снижается, но незначительно. Тем не менее, 102,60 стоит бочка «Брент». Золото волатильно торгуется сегодня 1370 за унцию. И тем не менее, если говорить о рынке валютам, евро-доллар достаточно устойчиво стоит. 1,3270 его текущая котировка. Никаких особых движений не показывает он сегодня. Ну и голубые фишки российского рынка сегодня все исключительно отрицательны. А территории все в красном. И можно даже называть такие серьезные цифры. Например, Ростелеком теряет на этот момент 5,5%. Аэрофлот 4%. Газпром теряет 4,2%. 111 рублей за бумагу сейчас дают на бирже. ГМК Норникель минус 3,5. МТС 3%. Роснефть 3,2%. Северсталь 4%. Сургут нефтегаз 2,6. Боже мой. А ничего вроде бы не предвещало такого исхода. Или все дело в тенденции. Итак, давайте начнем разговор. Первый вопрос, если позволить, Максим. Первый вопрос. Что происходит на рынке сейчас? Почему такое вдруг? Неожиданно. То, что мы видим, в принципе, я думаю, последние несколько недель. Это ситуация с выходом из активов развивающихся стран. Особенно хорошо заметно по долговым рынкам. Особенно государственных облигаций, номинированных в локальных валютах. И, соответственно, поведение самого валют тоже далеко от оптимистичного. Ну да, я извини, надо было сказать, что рубль продолжает падение. Слабеет против доллара. Уже, в принципе, близко 32,60 уже скоро. В этом плане рубль, конечно, даже, можно сказать, выглядит пооптимистичнее. Поустойчивее. Некоторых своих собратьев на глобальной карте. Факторы, которые движут рубль в настоящий момент, это практически полностью глобальная распродажа. Понятно, что, если мы чуть-чуть подальше посмотрим, то будут факторы локальные, которые будут играть против рубля. Но сейчас распродают все и вся. И под эту раздачу попадает, в том числе, и рубль с российскими государственными ценными бумагами. Хотя, если смотреть на ситуацию того же рынка ОФЗ с фундаментальной точки зрения, то по сравнению с другими развивающимися рынками, ситуация здесь выглядит гораздо лучше. Понятно. То есть мы все-таки в тренде, в неком, да, и от него, к сожалению, отстать не может. То есть еще надо подчеркнуть, да, продолжается отток капитала и, собственно, тянет за собой все. Ну, поток капитала — это такая тема, к которой у меня специфическое отношение, не так огульно, пессимистично высказываюсь и ее понимаю. Да, на самом деле, по итогам, я думаю, того же июня у нас Центральный банк продемонстрирует приток капитала в страну по данному потешному балансу. Связано это будет, в первую очередь, с техническими факторами, такими, как, например, тем фактом, что российские компании объявят дивиденды, и эти дивиденды, в соответствии с металлогией Международного валютного фонда, должны быть учтены как приток капитала в плодежном балансе. Или, например, хотя в это выплаты дивидендов иностранным акционерам, и в итоге эти деньги уйдут из страны, но чисто технически это приток капитала для месяца июня. Увеличение рефинансирования через валютный слоп — это тоже приток капитала для месяца июня. Здесь такая ситуация, что приток капитала, отток капитала, тот, о котором все говорят, это цифра главная, которую публикует Центральный банк, на самом деле это очень технический показатель, и делать глобальных выводов по нему не стоит. Да, остается проблема с серым оттоком капитала. Эта вещь есть. Тоже, конечно, не на рубль играет. Да, да. И, наверное, надо добавить, что не одна эта проблема сейчас, да, во главе угла, если говорить о российской экономике в целом, о ситуации в экономике России. Если позволите, вот мы сейчас продолжим разговор о следующем. В качестве информационного повода сегодня в средствах массовой информации, да, прошло такое сообщение. Процитирую. За несколько дней до передачи полномочий главы Центрального банка Эльвири Набиулиной, состоится это 19 июня, совсем, собственно, мало времени осталось, Владимир Путин, тем не менее, поручил нынешнему председателю Банка России Сергею Югнатьеву, вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, подготовить предложение по снижению стоимости кредитования предприятий реального сектора. Это цитата Интерфакса. Заявленная сегодня, да, тема итоги заседания Центрального банка, вчерашнее, да, заседание Центрального банка, ну и дальше, вот, к экономической ситуации. Николай, вам вопрос. Итоги заседаний, ну, в частности, да, то, что ставку оставили на прежнем уровне, это не стало для вас лично неожиданностью? Да, надо сказать, что абсолютно нет, как и вообще все события вот этого года до сих пор, никакой неожиданностью не являлись, по большей части. Потому что кое-что все-таки происходило, там, не очень внимательно смотрели на Кипр, по понятным причинам, знаете, почему? Не очень, не очень внимательно. Не очень внимательно, у меня там всего 200 долларов или что-то в этом роде, где-то осталось, как раз в лайке банки, который, вот, страшно интересно, при возможности поехать в это, в принципе, не очень интересно, с точки зрения туриста страну, узнать, что у меня с этими 200 долларами там происходит. Вот, ну, давайте сделаем вид, что никто этого не слышал, потому что, ну, я это сделал, кстати, этот вклад колоссальный еще в те времена, когда это было не очень приветствовало здесь. Ну, что сказать, понимаете? К сожалению, вот эта скучная ситуация с Россией, да, на которую транслируется понятная ситуация по всему развивающемуся миру, так сказать, да, и миру в целом, глобальным, по глобальной экономике, по глобальным финансам, то, что происходит, очень закономерный, скажем так, логичный момент на сегодня. Потому что есть намного более интересные активы, чем развивающиеся на сегодняшний день, а многие развивающиеся активы были просто загнаны немножко не туда, куда им следовало казаться. Да, и тут Китай немножко остудил вот это вот радостное, привычно радостное отношение к развивающимся активам среди спекулянтов, которым деньги достаются под очень низкие ставки и в достаточно большом количестве. Ну, российская ситуация, она заключается в том, что какие амбиции, да, у нас есть относительно российского развития экономического дальнейшего. Я пытаюсь для себя ответить на этот вопрос, вот сам для себя, да, не думая о том уже, о том, какие там аппаратные идеи в этом смысле выдвигаются. Ну, не с той точки зрения, как, например, уважаемый там Алексей Моисеев, заместитель нынче министра финансов, совершает очень полезную работу по, скажем, продвижению пенсионной реформы или удлинению тех денег, которые находятся в российской экономике. Я пытаюсь для себя ответить на вопрос, а, собственно, каков механизм дальнейшего роста российской экономики, есть ли вообще идеи у людей о том, как мы будем расти. Рост был на понятном механизме основан до определенного момента, и в ходе этого роста центральный банк, конечно, имел во многом подчиненную роль. Речь шла о перераспределении ренты, которая к нам поступала по двум каналам, собственно, от внешней торговли, а также от индуцированного вот этим вот макроэкономическим состоянием из-за высоких цен на нефть, притока капитала, да. Можно к нему относиться как к техническому показателю, но я думаю, что это все равно достаточно очевидный показатель на протяжении, скажем, 2005, 2006, 2007 и даже начала 2008 годов. Как раз там, если в деталях посмотреть, то там как раз банки очень активно занимали, это был именно реальный приток. Ну, более чем, да. Короче говоря, в той или иной форме, в прямой или косвенной перераспределении природной ренты, некоторый, скажем так, потенциал для экстенсивного развития, просто потому что большая часть людей была очень бедной, объективно, да, и, скажем, бюджетники до того, как ими вплотную занялись в нынешней администрации. У нас что-то тикает, это часовая бомба, наверное. Нет, 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 все нормально, сейчас мы новости послушаем, потом продолжим разговор. Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Николай Кощеев, директор аналитического департамента «Промсвязьбанка» и Максим Орешкин, главный экономист по России «ВТБ Капитал». Мы обсуждаем текущую экономическую ситуацию в России. Николай, я прошу прощения, мы ушли на новости и пути развития, да, вы... Мне кажется, Николай даже не текущую обсуждает, а так глобальный заход такой совершил. Нет, на самом деле текущее — это перманентное состояние, то есть мы постоянно находимся внутри такой текущей воды. Некая текущая ситуация. По прощению за это конфуцианство, тем не менее. Речь идет вот о том, да, каков механизм роста, что будет двигать российскую экономику дальше вперед, особенно если учишься, что, скорее всего, то, что нам обещали уважаемые коллеги из Goldman Sachs, да, то бишь 11 или сколько там, может, точно не помню, лет растущего цикла на энергоносители, ну, видимо, вот... Не срослось. Нет, срослось как раз. А, закончился этот цикл. Пикойл идея, которую уже мало кто рассматривает всерьез. Ну, конечно, понятно, что Китай — это надежда человечества, да, но есть подозрение, что дело не только в Китае. Если посмотреть на текущие прогнозы, то никто уже не прогнозирует дальнейшего роста сырьевых товаров. Ну, вот видите, тем более прекрасно. Даже упомянутого выше вами банка, сейчас прогноз, если не ошибаюсь, 80 долларов через несколько лет. Ну, что-то в этом роде, да, и с ними соперничают некоторые другие коллеги, кто из них больше России нагадит, собственно говоря, своими прогнозами. Я думаю, что, на самом деле, по большому счету, механизм роста не очень очевиден и в других частях света, вообще-то. Если взять Соединенные Штаты Америки, да, то попытка снова инфлировать кредит, вернуть леверидж обратно, понятно, что абсолютно просто и очевидно. И второй раз в одну и ту же реку не входишь. Если ты уже добился высокого левериджа, начиная с 70-х годов и кончая с началом, там, 2000-х и далее, да, до 2010-го года, вот за этот срок ты проделал такой путь, что теперь, когда ты немножко с него скачешься, ты очень быстро вернешься на еще более высокую точку, опять получишь свой супрайм, и что же это должно повторяться по циклу. Наверное, здесь должны быть какие-то разумные шаги, которые делают теперь кредитную парадигму не столь интенсивно толкающий мир вперед, да. И тут есть колоссальная проблема тоже, о которой мы говорим, о том, что растворение среднего класса, который двигал американскую экономику много лет, из-за стагнации доходов и отсутствия рабочих мест для него, то есть куча проблем. Но они хотя бы для себя решили, кажется, да, решили, Европа еще не вполне решила, но на то она Европа. А США для себя хотя бы решили вот эту антикризисную дилемму, да, что там лучше кенсианство, там, или типа что-то шумпетрианство, то есть конструктивное разрушение. Или пустить все, что горит, должно сгореть, да, должны рухнуть эти too big to fail, которые... Либо стимулировать экономику изо всех возможных источников. Как я погляжу, у нас нет окончательной ясности по этому поводу. То есть, да, мы понимаем, мы теперь стоим за американцами, говорим, давайте стимулировать. Следующий вопрос, который у нас немедленно возникает, а что мы будем стимулировать? Supply site, да, или consumption site, то есть потребление или предложение. И тут нас упорно, упорно, да, спихивает, как вот какое-то проклятие наше в сторону стимулирования части supply, да, то есть предложение. Вот это вот такая антирыночная идея, она нас постоянно преследует, и я боюсь, что это не очень хорошая тенденция на сегодня. И этот спор, да, у нас здесь не вполне решен. Ну, хорошо, а если мы возвращаемся к тому, что все-таки мы приходим, что нужно стимулировать конечного потребителя, в первую очередь, да, берем там на себя американскую модель, возникает вопрос, каким образом? Кредит, который у нас есть в экономике, потребительский кредит, если мне не изменяет память, что это порядка 14% ВВП, и уже эта ситуация оказывается нестабильной в случае, скажем, изменений на валютном рамке. Не 40%, не 50%, а даже 14% выясняется, что в первую очередь деливеридж, когда у нас что-то случается, происходит деливеридж именно в области потребительского кредита. А валютный и валютный рынок здесь? Ну, просто потому что изменяются валютные курсы. Ну, у нас просто кредиты все банковской системы, особенно все, что связано с розницей, это рубли, больше, чем на 90%. Безусловно, рубли, но, тем не менее, то, что действует непосредственно на потребительский рынок, прямо или косвенно, да, это связано с подобного рода движениями, риски в экономике повышаются вместе с изменением валютного курса. Соответственно, тоже, в первую очередь, затрагивают эти риски конечного потребителя, то есть розничного кредитора. Именно эти люди в свое время отчаянно обращались за покупкой валюты, в случае чего, я хочу сказать, что недоверие к национальной валюте возрастает снова, и сейчас эта ситуация, кажется, начинает снова проявляться, так или иначе, каждый раз поразить ненастойчивость. — Я тут позволю себе не согласиться с Николаем, в том плане, что если посмотреть на то, как российские домохозяйства вели себя последний год, последние пару лет по сравнению с тем, как они вели себя до этого, то ситуация здесь кардинально изменилась. — То есть до кризиса, после кризиса, вот так можно? — До кризиса и первый год после кризиса — это одна история. И сейчас другая история, и она стала следствием перехода к более плавающему валютному курсу. Если раньше любой рост курса доллара, курса евро приводил к панике, или люди бежали, покупали иностранную валюту сразу, то в некоторые периоды последних двух лет мы наблюдали даже обратную ситуацию. — Курс подрастал, доллары и евро, и население, наоборот, начинало валюту продавать. Курс сильно укреплялся, и население, наоборот, начинало валюту покупать. — То есть с точки зрения спекуляции, оно стало более грамотным, да? — Ну тут сложно сказать грамотно, не грамотно. — Я не думаю, что дело в грамотность. Хорошо, валютный пример действительно не очень показательный в этом смысле, потому что это правда, отношение изменилось. Но я думаю, что здесь есть все равно о чем поспорить, потому что это вещь, которая, очевидно, из заторможенного, если угодно, поведения, физических лиц по отношению к происходящему. Но, по крайней мере, то, что витает в воздухе каждый раз, когда происходит что-то подобное. Согласен, хорошо, валюта в данном случае действительно не очень показательная в этом отношении вещь. Естественно, что в этом отношении более показательная вещь — это доходы населения, которые соответствующим образом изменяются в тот момент, когда у нас возникает экономическая стагнация, наоборот, некий экономический спад. Но к этому также имеет отношение уверенность людей в том, что произойдет с ними завтра. Я могу сказать, что когда мне регулярно вот те самые люди, которые иначе теперь реагируют на валютные колебания, да, люди, которые занимаются строительством, да, в небольших масштабах, люди, которые относятся к такому ярко выраженному российскому среднему классу, которые каждый раз задают вопрос, что будет с рублем, но теперь, слава богу, больше выжидают, нежели чем там немедленно бросаться в меняльные конторы. Да, они говорят о том, что существует определенное поведение, которое когда-то можно было бы считать парадоксальным конечного потребителя, но они имеют в виду, конечно, особого конечного потребителя. То есть когда ощущается некая нестабильность в экономике и ожидание того, что с рублем произойдет что-то нехорошее, как в 2008 году, например, из-за событий в Европе, как вот недавно это было, да, эта неуверенность ведет к тому, что люди начинают покупать то, что называется hard assets, да, например, они бросаются использовать свои накопления на строительство подмосковной недвижимости, в частности. Поведение, разумеется, в этом смысле изменилось, то есть доллар, может быть, уже, так сказать, не является таким прибежищем, научен этими колебаниями. Люди испытывают, ну, несколько, скажем, другие эмоции, когда что-то происходит. Но дело в том, что это неуверенность, она все равно сохраняется внутри, внутри нашего конечного потребителя. Уверенность в устойчивости рубля и в перспективах их сбережений до сих пор не выработана. Постоянные разговоры о том, что инфляция слишком высока, что то, что нам говорят, это неправильная инфляция, да. Постоянное ощущение того, что... Правильно, еще больше, да? Да, что завтра это благоденствие относительное, да, куда-то денется и куда-то растворится, на самом деле, это определенного рода проблема. А это проблема, связанная именно с ментальностью россиянина? Ну, это опыт, скорее. Это, скорее, опыт, который люди в данной экономике получили за последние, там, пару десятков лет и более того. Позволю вот опять вмешаться, да, и, опять же, немного возразить Николаю. Если посмотреть на последнюю статистику и посмотреть, как себя домохозяйства ведут с точки зрения сбережений на тех же рублевых депозитах, то рост ставок, который произошел в конце прошлого года, начале этого года, привел к довольно сильному сбережению именно в российской валюте. Да, и депозиты здесь растут очень хорошо, и темпы только ускоряются в последние месяцы. И, ну, ряд ли стоит говорить. Вот текущая ситуация экономическая, одна из причин замедления экономического роста, это то, что российские домохозяйства стали больше сберегать. Более высокий уровень реальных процентных ставок. Сколько бы ни говорили, что там инфляция меньше или инфляция больше, да, на самом деле, я всегда тем, кто говорит, что там инфляция Госкомстата ничто не описывает, да, я всегда предлагаю зайти на сайт Госкомстата, там всегда можно выгрузить ценовые уровни по всей корзине товаров, которые учатся, по каждому конкретному товару, который входит в корзину, с исторической динамикой. И просто сразу предлагаю людям пальцем указать, какие, где динамика не отличается. Некорректная. Некорректная, да. Показатель особенный индекс потребительских цен, его нужно понимать, да, это, там, не показатель инфляции, там, среднего класса, это не показатель, там, это средняя по больнице, да, и рассчитываемая в соответствии с международными методиками. Так же, как с оттоком капитала, есть специфика у этого показателя, но сказать, что там она там сильно занижается или завышается нельзя. И на самом деле поведение домохозяйств, которые, получив ставки по депозитам 8-9-10%, активно понесли делать рублевые сбережения и открывать именно рублевые депозиты, при том, что даже официальные инфляции, да, сейчас составляют 7,4-10%. На самом деле, да, по-моему, ничего удивительного в том, что, ну, во-первых, то, что несут делать сбережения, да, не пускают деньги во что-то, я могу сказать больше на эту тему, потому что, скажем, из общения с людьми, которые непосредственно в бизнесе работают, не на макро, а на микроуровне, да, увеличение спроса на кондитерские изделия, да, в частности, повышение сбережения, это как раз и есть ощущение неуверенности в собственной экономической ситуации. А отдавать под доллар, под такие ставки, как сейчас, просто, ну, скажем так, люди мало того, что не готовы, да. А мне показалось, еще высокие процентные ставки рублевых депозитов, это возможность не просто сберечь, да, еще, может, кто-то до этого держал деньги дома под подушкой, а тут мне дают 14% годовых. Конечно, отношение к доллару очень сильно изменилось, это очевидно, за тот период, который, вот мы испытали в последнее время, это связано именно с достаточно широкими колебаниями валютных курсов. Долгое время играла привычка на то, что рубль постепенно и неуклонно обесценивается к рублю и так далее, да. Нельзя сказать, что с тех пор, конечно, отношение то же самое, что бежать в доллар, это бессмысленно, да. Понятно, что в конце концов серьезное изменение действительно в отношении есть, вот, но отношение собственно к своей собственной экономической ситуации на сегодня, понятно, что оно абсолютно стабильностью не отличается. На самом деле Николай поднял очень важный вопрос, да, он, к сожалению, не закончил ту свою мысль, говоря о том, что рост до кризиса это был один рост. Да, да, это нормально. Мысль действительно очень интересная, мы сейчас вновь прервемся, послушаем новости на Финам.фм и потом продолжим. Ну что ж, друзья, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.фм. Тема сегодняшней программы экономической ситуации в России. У меня в гостях Николай Кощеев, директор аналитического департамента промсвязь банка и Максим Орешкин, главный экономист по России, ВТБ Капитал. Я напомню, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, присоединяйся к нашей беседе, задавайте свои вопросы. И, Максим, ушли мы на новости, прервал вашу мысль. Идея такая, что рост до кризиса во многом был связан с очень сильной экспансией внутреннего спроса, который подпитывался глобальным циклом на сырьевом рынке и притоке капитала через банковскую систему в первую очередь тогда происходил. Расходы государственные росли на 30-40% в год, кредитные портфели увеличивались на 40-50%. И вот на этой мощной подпитке экономика росла очень быстро. И тот фактор, который сохранял ее в устойчивом состоянии, это были растущие цены на нефть, которые компенсировали рост импорта. Сейчас же глобальный цикл на рынке сырьевых товаров имеет уже другой вид. Понятно, что с приходом новых производств, энергоносителей такие как сланцевый газ, сланцевая нефть и так далее, и тому подобное, рынок нефти стал более сбалансированным. С другой стороны, спрос со стороны Китая уже не растет так сильно. Модель роста там меняется, рост замедляется, смещается в сторону услуг, и он уже становится не настолько зависим от сырьевых товаров. В итоге нефтяной рынок балансируется и стабилизируется около текущего уровня. Потому что, что интересно, вот та же сланцевая нефть, хотя она и оказывает давление на котировки, в определенный момент она может начать поддерживать. Чтобы добывать сланцевую нефть, нужно постоянно бурить. Когда только котировки на нефть упадут ниже себестоимости ряда проектов, американцы просто перестанут бурить, добыча там сразу сократится, и это стабилизирует рынок нефти. И в таких условиях российское государство не может себе позволить наращивать расходы бюджета. Это уже не 30%, как это было в 2007-2008 году. В этом году это 3% роста номинальных расходов федерального бюджета. Отрицательный показатель в реальном выражении. С другой стороны, банковская система. Тут она чуть-чуть вперед себя забежала в том году, активно раздавая, в первую очередь, потребительские кредиты. Сейчас этот рост замедляется. Тоже влияние на экономику сдерживающую. С точки зрения инвестиций, о чем говорит глобальный сырьевой цикл? О том, что финансировать инвестиции государство в большом объеме не сможет, потому что у них нет для этого доходной базы. С другой стороны, компании нефтегазового сектора, компании, там, сталилитийные, например, на фоне нерастущих цен на нефть или падающих цен на металлы, у них сразу возникает разумный вопрос, а стоит ли нам вообще инвестировать. Требуется ли нам увеличивать производственные мощности в ситуации, когда на мировом рынке наблюдается их переизбыток. И так как это, конечно, существенная часть российской экономики, то инвестиционный спрос в странах этих компаний не растет. Вот все много, много сейчас разговоров о том, что показатели инвестиций у нас около нуля, инвестиции не растут и так далее, и тому подобное. Но очевидно же, что отрицательный, максимально отрицательный эффект — это не следствие плохого инвестиционного климата. Это далеко не первая причина. Первая причина — это что государственные инвестиции сокращаются год к году, и инвестиции компаний сырьевого сектора также показывают отрицательную динамику. Если их убрать из этого показателя, то в частной экономике у нас инвестиции будут продолжать расти. Понятно, что там они расти могут еще быстрее, если инвестиционный климат будет улучшаться. Так вот, говоря о том, куда нам двигаться дальше, какая же новая модель роста этой российской экономики, нельзя не вспомнить еще одно ограничение, которое у нас есть. Это ограничение демографическое. Поколение 90-х годов входит в состав рабочей силы, продолжает входить в состав рабочей силы, и оно чуть ли не в два раза меньше, чем поколение 80-х годов. И подпитки рабочей силы нет со стороны собственного населения. Мигранты не способны закрыть потребность в работниках по всему спектру. Особая проблема в квалифицированной рабочей силе. И в этой ситуации единственное, где можно добиться роста, это именно рост производительности труда, рост инвестиций. Так как инвестиции в сырьевом секторе, если в нефтегазовой сфере еще есть ряд крупных проектов, которые можно развивать, и которые экономически, определенные из них экономически могут быть эффективны, то для стрелетейной отрасли очевидно, что эта отрасль должна взять определенную паузу в своем инвестиционном цикле. Поэтому единственный способ по экономике расти, это расти за пределами сырьевых секторов, расти за счет частных средств, потому что государство не способно будет увеличивать государственные расходы. И задача действительно очень непростая, запустить инвестиционный цикл там. Есть очень много ограничений с точки зрения бизнес-климата, с точки зрения инфраструктуры. Задача непростая. Я думаю, что есть такой глобальный тренд, на самом деле, достаточно интересный в этом смысле. У нас очень любят говорить о так называемой национальной экономике. И знаю, что всерьез обсуждаются идеи, выкопанные, там, я не знаю, из какой могилы, об импортозамещении, что-то вот таком. То есть противодействие тому тренду, в котором мы в какой-то момент развернулись, вступив в ВТО, да, оно продолжает сохраняться, и есть серьезное лобби, которое направлено на то, чтобы ограничить по возможности вот эту международную конкуренцию, да, глобальную конкуренцию. Дело в том, что я думаю, что во всем мире движется ситуация в плане удовлетворения конечного спроса следующим образом. помимо того, что есть спрос на инвестиционные товары, да, всевозможные, ну, в частности, он исходил из Китая, там, из развивающихся стран в большой степени, но присутствует везде в той или иной степени. Вот то, что направлено на конечного потребителя, прежде всего, в данный момент интересует, я думаю, что спрос в товары длительного пользования, спросы и, кстати, на большую часть продовольственных товаров, сегодня удовлетворяются прежде всего транснациональными компаниями, которые открывают свои производства на территории тех иных стран, у них есть гораздо больше возможностей, понятно, чем у национального бизнеса, и на их стороне мобильность, на их стороне быстрое появление технологий, и здесь конкуренция может идти скорее за то, чтобы привлечь их сюда, нежели чем конкурировать с ними, да, пусть они конкурируют между собой в этом смысле, но понятно, что это достаточно ограниченная, ограниченный наниматель, да, что используя достаточно высокие технологии, достаточно продуктивные технологии, они не так много рабочих мест создают здесь, при том, что мы говорим, да, у нас там, скажем, есть проблема в том, что стареет рабочая сила, что она сжимается в этом отношении, но я думаю, что если посмотреть, что творится вокруг больших городов, да, и в некоторых регионах депрессивных, мы видим, что, конечно, проблема создания рабочих мест, она по-прежнему для нас актуальна на сегодня даже больше степени. — Сказал бы, здесь даже не проблема создания рабочих мест, а проблема повышения мобильности. — Ну, в том числе это, конечно, в том числе это, потому что комплексная проблема, да. И есть большой сегмент, прежде всего, в сфере услуг, так называемых неторгуемых, да, отраслей, который, собственно, ориентирован на конечного потребителя прямо здесь, национального. это торговля, это бытовые услуги, это сервисы всевозможные, это какое-то маленькое производство, которое… — То, что мы ориентируем на мелкий и средний бизнес. — Вот это вот огромная часть… — Не обязательно мелкий и средний бизнес, это именно те бизнесы, в том числе и крупные, да. У нас есть, по-моему, торговые сети розничные, это крупные сети, да, тоже магнит, да, огромнейшие сети. — Это вот тот самый национальный бизнес, о котором у нас только говорят, и который скорее конкурирует внутри себя, нежели чем с транснациональными компаниями, да. Я думаю, что вот здесь вот, если бы, если бы, опять же, да, может быть, это даже где-то, к сожалению, утопически звучит сегодня, если бы возобновить вот ту ситуацию отношения к предпринимательству, которая существовала как-то непарадоксально в конце 80-х годов, когда появилась кооперативное, да, кооперативное законодательство, когда это было связано с неожиданным всплеском после полного отсутствия того, что мы можем называть уверенность производителей, да, уверенность бизнесмена в своем будущем, когда никаких PMI, естественно, не было и в помине. Сейчас это поле колоссальное, невостребованное, потому что, смотрите, на нашем рынке крупнейшими игроками являются в первую очередь, естественно, государственные компании, крупный государственный бизнес, да, который еще имеет тенденцию к тому, чтобы расти дальше и распространять свое влияние все дальше и дальше. Смежные, соответственно, с ним масса бизнесов, но которые ограничены в силу наших особенностей, потому что понятно, что компании, которые получают подряд от государственных компаний, очень часто оказываются связанными с этими государственными компаниями, реальной конкуренции здесь как бы нет. Вот если можно было поднять ситуацию в малом бизнесе на те высоты, которые мы наблюдаем в Западной Европе, до сих пор, несмотря на весь социализм, который там присутствует, я думаю... Или хотя бы до половины. Или хотя бы до половины этого уровня, то мы бы получили очень серьезный экономический рост, причем настоящий, а не вызванный государственными инвестициями в государственные компании под не всегда очевидные прозрачные проекты. Тут немного поправлю, мы вот рост бы на уровне ВВП бы не получили, да, потому что чтобы получить рост на уровне ВВП, в России никак не обойтись без влияния государства, это 30%, да, если с региональными бюджетами российской экономики, влияние крупного бизнеса. Но моментом, который может запустить действительно малый и средний бизнес, он для всей экономики в целом очень позитивен. Я думаю, что это вызвало повышение внутреннего спроса, кроме всего прочего, за счет задействования тех людей, которые сегодня задействованы, скажем, в непроизводительных совершенно типа охранных предприятиях. Огромное количество людей. Да, огромные людей, которые находятся сейчас в государственном секторе, получают очень большие доходы, несмотря на все усилия по накачке этих отраслей, ну, кроме охранных предприятий, я имею в виду прочих бюджетников, да, накачки деньгами скудеющего бюджета, да. Во-первых, тем самым бюджет бы избавился частично от бремени постоянного повышения из непонятных источников их обеспечения материального, вот, во-вторых, повышение бы активности в данном случае сыграло бы самым позитивным образом со всех точек зрения на российскую экономику. Но, к сожалению, на сегодня я полагаю, что это утопическое. Ну, вот я хотел бы спросить, да, утопическое почему? Потому что, действительно, с психологической точки зрения, да, отношение к малому бизнесу не такое, как вы. Вы знаете, я думаю, что вообще говоря, вот, малый бизнес — это индикатор того, какое в целом сложилось отношение в обществе, да, а общество, оно... Отношение к предпринимательству. Отношение к предпринимательству, отношение к конкуренции, отношение к бизнесу, да, отношение к простой идее, там, обогащение через свой собственный труд и так дальше. К сожалению, все усилия, которые предпринимаются по всем слоям общества, да, через вот эту пресловутую вертикаль, которая существует в нашем обществе, да, они направлены на словах на стимулирование этого малого бизнеса, даже на предприятие каких-то усилий к тому, чтобы якобы раскрепостить инициативу, но гораздо более мощной рукой через бюрократический крайне неэффективный аппарат, который существует сегодня, склонный к насилию и не склонный перенимать те тренды, которые существуют сегодня в мире, направленные на раскрепощение предпринимательства и инноваций. Все это благополучно удушается. Благополучно удушается, Максим. Не, ну, поводы для небольшого оптимизма, конечно, есть. Понятно, что проблем еще остается очень много, но есть примеры у нас с регионов, где ситуация не такая плохая, как там в среднем по России, да, там, есть пример там Калужской области, есть там, пример Республики Татарстана, где ситуация с инвестиционным и деловым климатом лучше, чем в среднем, да. А в чем причина того, что вот можно, да, ну, хоть слава богу, по пальцам сосчитать? Я думаю, в Калужской области там большая заслуга той команды губернатора. Да, и вот от чего можно ожидать, может быть, каких-то положительных моментов, это то, что вице-губернатор Калужской области, который занимался вопросом инвестиционного климата сейчас, некоторое время назад перешел работать на уровень аппарата правительства, Вот. То есть можно надеяться, да, что он и там будет продолжать? Разрабатывается вопрос вот этих дорожных карт, на самом деле, там много иронии по этому поводу, но на самом деле движение в правильном направлении, да. Там конкретные вещи, да, там создание нового бизнеса, доступ к электросетям, работа таможенной службы, работа налогового режима. Это то, что действительно мешает работать малому бизнесу, да, вот, там, чтобы получить разрешение на строительство в России, там зачастую нужен год и даже больше. Да, если выполнить те цели, которые стоят перед дорожной картой, снижение там до одного-двух месяцев, то это уже как бы совершенно другая ситуация. Понятно, что противодействие странной бюрократии очень большое, это большая проблема. Да, это проблема, мы сейчас еще раз прервемся, новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, дорогие слушатели, продолжаем сухой остаток. Сегодня мы обсуждаем экономическую ситуацию в России, как всегда ищем пути выхода из этой непростой ситуации. Напомню, что в студии сегодня Николай Кощеев, директор аналитического департамента промсвязь банка и Максим Орешкин, главный экономист по России ВТБ Капитал. Зашла речь у нас о пресловутых дорожных картах, если можно, Николай, Максим, если поподробнее об этом, собственно, насколько все это эффективно, на ваш взгляд? Ну, намерения благие, да, скорость продвижения, конечно, здесь не очень высокая, и с этим как раз и сегодняшнее заседание у премьера было, потому что понятно, что такими темпами, как мы движемся сейчас, цели поставленных Владимиру Путиным с точки зрения достижения позиции в топ-20 рейтинга Doing Business не достичь, а двигаться нужно быстрее. А основная проблема, это тоже о чем говорил-то, бюрократия, бюрократия, бюрократия. Ну, разные проблемы, да, но принятие решений идет не так быстро, утверждение Государственной Думы идет не так быстро, да, вносятся поправки, которые во многом пытаются замыливать те меры. Ну, тут надо просто понимать, да, что, вот еще раз говорю, если сейчас там разрешение на строительство год, а планируется два месяца, понятно, что отношение между чиновниками и бизнесом в ситуации, когда год, это одна ситуация, тогда по всем нормативам и по всем регламентам это не более двух месяцев, это уже другое взаимоотношение. У нас есть одна проблема, которая неразрешима на самом деле, да, но, однако, проблема, с которой можно, я думаю, все равно как-то попытаться справиться. Это вот то, что здесь было отмечено, что есть отдельные регионы, которые, ну, являются пионерами, да, инноваций, там, я не знаю, ускорения, как это еще назвать, экономического роста, инвестиционной привлекательности более высокой. Есть откровенно депрессивные регионы, да, есть регионы, о которых мы точно не можем сказать, в каком состоянии находятся. Колоссальное разнообразие с точки зрения чего угодно, с точки зрения климата, с точки зрения человеческих ресурсов, с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения качества администрации, колоссальные различия, да. Ну, что здесь сказать, наверное, это тоже относится к сфере управления, мы в очередной раз возвращаемся к одному и тому же, да. Как, возвращаясь, когда вот с вами до эфира здесь говорили о судьбе стратегии 2020, которая неизвестно куда исчезла, и ничего о ней больше не слыхать, да. Хотя над ней работали... Ну, ее переформатировали, как вы сказали, уже в 2030, да, собственно. Ну, это уже немножко другая история, просто кто и так и не приступили на уровне ее конкретизации. Ну, существует, на самом деле, как бы два метода, на мой взгляд, известных из истории на сегодня разрешения вот такой вот ситуации, когда у вас движется флотилия, да, у вас движется ваша эскадра, скоростью замеряется по самому медленному кораблю, в принципе. Коль скоро мы декларируем о том, что у нас есть федеративное устройство нашего государства, то мы, естественно, в целом, как экономика, мы не можем совершать какие-то колоссальные прорывы, не создавая специальные экономические зоны, что мы уже там когда-то делали, и как-то особым успехом это тоже не завершилось. Ну, есть и совсем федеративное устройство, да, как, например, там, я не знаю, в Соединенных Штатах близкая конфедерация, когда отдельные территории получают больше самостоятельности, в том числе экономической самостоятельности, соответственно, получают больше заинтересованность в том, чтобы хорошо управлять своим хозяйством, изыскивать свои собственные резервы, ну и не надеяться постоянно на помощь центра, потому что, как ни говорили, в принципе, та же самая халява, да. Ну и второй путь – это китайский, да, хотя там нет таких уж ярких различий, как у нас, но есть зато жесткая вертикаль. Жесткая вертикаль – это коммунистическая партия Китая, КПК, которая управляет и территориями в том числе через свои органы на этих территориях, и просто она устроена так, что от глав администрации, условно назовем их, от глав вот этих регионов требуется всего лишь несколько ясных, понятных, четких экономических показателей, в том числе экономического роста на региональном уровне – один из важнейших показателей эффективности его деятельности. Понятно, что приписки, понятно, что разные ловки, потому что любая бюрократическая структура ведет к этому, но, по крайней мере, мы видим, что это несколько больше, более эффективная с экономической точки зрения ситуация, чем мы имеем на сегодняшний день. Нет, я вот прямо маленькая ремарка, да, тут с точки зрения Китая нужно понимать, что, возможно, эта система работала тогда, когда уровень подошелого дохода в Китае был там гораздо ниже, да, чем он сейчас, но по мере роста видно, что все больше и больше пробуксовки у текущей системы, да, и как-то она должна трансформироваться в нечто другое, чтобы Китай продолжал… Я думаю, что это их общекитайский, если угодно сказать, на федеральном уровне вопрос, нежели чем на территориальном, тем более, что планирование китайское в последнее время отличается очень высокой эффективностью, те задачи, которые они стоят, по крайней мере, на уровне экстенсивного развития, у них выполняются, то есть система работает с точки зрения административной, их движение от побережья в глубину страны, где есть еще неохваченные ресурсы экстенсивного развития, ну, можно даже на уровне того же самого Шанхая убедиться в том, что это происходит буквально в нескольких километрах от него, там более чем есть чем заняться, да, для того, чтобы мобилизовать вот эти вот экстенсивные ресурсы внутри страны. Понятно, опять же, что наша ситуация разная, но нет нигде в мире стран совершенно идентичных, да, и с точки зрения культурных, с точки зрения экономических, их, с точки зрения даже климатических условий, даже в Европе есть колоссальное различие между бывшими частями, там, Австро-Венгерской империи, или бог его знает, каких соседних государств. Несмотря на то, что географии, да, не сильно далеко. Да, вот, но опыт, который используется, опыт, который помогает решать проблемы мировой, я думаю, что он до сих пор у нас используется весьма специфическим образом, он пропускается через фильтры, которые выхолощивают по-прежнему самым неэффективным образом из этого опыта то, что можно было бы применить. Постоянно к одной и той же проблеме возвращаемся, к проблеме администрирования. На самом деле, конечно, эта проблема существует на более глубинном уровне, потому что не зря же говорят о том, что мы имеем ту администрацию, которую заслуживаем. Да, естественно, это тоже присутствует здесь, такой момент, но... Причем под администрацией мы любой уровень имеем в виду, да, начиная с самого высокого. Ну, разумеется, но все-таки мы рассчитываем на то, что существуют у нас люди действительно светлые умы, да, действительно люди, которые многое понимают, те люди, которые сформировались уже в последний период, в том числе с опорой на международный опыт, на глобальный опыт, те же люди, работающие ВТБ Капитал, да, люди, обучающиеся, получившие образование в российской экономической школе, в других подобных учебных заведениях, все-таки мир, слава Богу, быстрее меняется информацией, да, я думаю, что просто, ну, как всегда, Россия немножко тормозит в том смысле, что новейшие тренды, прежде всего в области управленческих технологий, прежде всего в области перенятия разумных технологий построения общества, и в том числе построения экономики, как части общества, ну, немножко отстаем, бывает, что ж. Бывает. Максим, если вот то, о чем говорил Николай, да, две, ориентироваться на две модели развития, либо модель Соединенных Штатов Америки, или модель Китая, на той же... Ну, то есть федерации в чистом виде, и модели более... Либо вертикально. ...более вертикально построенной, но с единым, так сказать, центром управления, более-менее эффективной. Россия какая ближе? Ну, тут сложно сказать, какая Россия ближе, как раз надо посмотреть за тем, как удастся или не удастся попытка перенести тот позитивный опыт, который есть в отдельных регионах, на другие регионы, да, если здесь будет прогресс, то... Ну, кстати, вот ты рассказывал, да, о Калужской истории, да, как раз о примере такого позитивного развития, там это исключительно заслуга одного конкретного человека, ну, или, грубо говоря, там, команды. Законодательство там точно такое же, как в территории всей Российской Федерации. О ресурсах тоже, наверное, можно спорить, да, они чуть лучше чего-то, или хуже, чем где-то. Получается, что это заслуга человека? Да, и объем привлеченных иностранных инвестиций в создание новых производств во многом опережает большинство других регионов. Есть там Ленинградская область. И опять потому, да, что вот конкретный глава построил эту политику вот таким образом. Ему инвестор приходит и говорит... Конкретная команда, которая не дает сбоев, да, которая нацелена на получение конкретного результата в виде увеличения объема инвестиций, объема, там, промышленного производства или, там, выпуска других отраслей. Мотивация китайская практически. Но у меня здесь возникает резонный вопрос вот в этой ситуации, когда подразумевается, что у нас все-таки какая-то централизованная структура с головой в Москве. Совершенно убежден, что калужские господа, да, когда они привлекали туда иностранный капитал и строили свои сборочные производства, имели по этому поводу какие-то отношения с федеральным центром, да. Как минимум спрашивали, да, насколько... Да, вот принцип, по которому те или иные... То есть проявлял ли здесь проактивную роль или просто активную роль даже федеральный центр в отношении, я просто не знаю, это вопрос для меня он не знаком. Потому что, на самом деле, он же мог, используя этот опыт калужской области, точно так же использовать свои рычаги для того, чтобы заставить быть столь же эффективными. Другие области тоже уже давно. Но в данном случае вот концентрация, я не знаю, сборочных производств в двух областях, Ленинградской и Калужской, вызывает, ну, скажем так, некоторые недоумения относительно роли федерального центра до сих пор. Ну, о чем можно сказать, что, например, когда, насколько я знаю, Калужская область приглашала к себе Volkswagen, она очень сильно конкурировала с другими регионами. И там команде губернатора пришлось... Конкурировала на уровне, что другие регионы тоже приглашали. Конкурировала, чтобы фольксваген, да, делал там промышленную свою сборку, изначально промышленную сборку, да, сейчас мы понимаем, что доля локализации очень серьезно выросла в производствах того же Volkswagen, например, да, или там, ну, просто многие говорят и не понимают того, что автомобильная отрасль в России, которая представлена в основном иностранными производителями, это уже не просто отверточная сборка, да, здесь тоже происходит прогресс, да, там, Ford строит завод по производству двигателей в Ленинградской области, да, модели, которые тот же Volkswagen выпускает для массового рынка, да, там, доля локального производства уже значительно выше, чем это было еще несколько лет назад, и так далее, там, подобное. Так вот, там, Volkswagen мог легко пойти, например, в ту же Ленинградскую область, но Калужская область проявила... Сделала предложение, да, от которого тот не смог отказаться. Сделала предложение, подготовила все условия, подготовили площадку. Просто логика должна работать по-другому, что это не инвестор для государства, да, это там государство для инвестора, да, там региональные власти для инвестора, то есть это позиция не то, что какие-то региональные власти, да, вот они здесь главные, да, и ты должен у них приходить и просить разрешения работать. А они еще подумают при этом, да? В мире уже так не работает. Сейчас, на самом деле, во всем мире, в условиях нехватки спроса глобальной, происходит конкуренция за инвестиции, да, там, многие страны мира готовы предложить те условия, чтобы инвесторы пришли, только что-то делали, да, создавали какие-то новые производства на их территории. Вот, и там, где произошла смена, слом психологии, где психология работает в правильном направлении, там добиваются результаты. Где психология неправильная, там и результата не будет, и здесь ничего не поднимется. На уровне психологии. К этому нужны еще ресурсы определенные, потому что понятно, что мы не можем открыть там низосборочное производство Боинга в тех местах, где просто население живет с плотностью, там, один человек на 200 километров, там и горы в окно. Николай, огромное спасибо, я не успею, к сожалению, вас представить. Николай Кощеев, Максим Орешкин были в студии Сухого Остатка, мы говорили об экономической ситуации в России. Спасибо вам огромное, до свидания.